И находились 1 октября по этому адресу? Да. Имеете другое место жительства? Нет. Из-за нерабочих дней в связи с коронавирусной ситуацией у многих жителей города возникли проблемы с переписью. Некоторые стационарные участки находятся в помещениях с ограниченным доступом. На Попово-20 открыли новый пункт переписи населения. Здесь соблюдены все эпидемиологические требования. На входе измерение температуры, антисептики и бактерицидный рециркулятор воздуха. Сам переписчик в маске, перчатках и свежим ПЦР-тестом на руках. 100 человек, естественно, они не поместятся. Но, как показывает опыт, 100 человек, наверное, здесь разом и не будет. А приходят люди по одному, по два. Поэтому вполне хватает ими места и соблюдается социальная дистанция. Всероссийская перепись населения в России началась 15 октября. Чем больше людей ее пройдет, тем объективнее будут данные о народонаселении в России. Они помогут при создании новых нацпроектов и программ по развитию регионов. На данный момент в Белгороде работает 62 стационарных пункта. Принять участие в переписи можно самостоятельно, заполнив электронную анкету на портале госуслуг. Один член семьи может переписать всех, кто живет вместе с ним. Жителям необходимо ответить на ряд несложных вопросов. Вопросы общие, касающиеся места жительства, временного постоянного возраста, пол, принадлежность национальных языков. По данным статистики, более 68% жителей Белгородской области уже приняли участие в переписи населения. Продлится она на стационарных участках до 14 ноября, а на госуслугах до 8 ноября. Участвовать в переписи легко. Дарья Атаманова, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.